Плоскостопия В зависимости от того, в каком возрасте ребенок Значит, к сожалению, у нас принята гипердиагностика плоскостопия Особенно у детей младшего возраста Ну, то есть вот сейчас практически большинство тех, кто у нас тут бегает У них у всех плоскостопия Ну, плоская стопа для их возраста это норма Это норма Это связано с особенностями костенения детской стопы Связано с тем, что в стопе есть на подошвенной поверхности Большая жировая подушка, которая, в общем-то, выполняет функции ввода в стопы в будущем В этом возрасте нагрузка идет у детей немножко на стопу по-особенному Поэтому есть небольшое вальгусное отклонение стопы Это нормально для этого возраста До 3-4 лет говорить о плоскостопии рано Вопрос То есть сейчас вот уже очень многие узнали о том Впервые, может быть, в жизни, что до 3-4 лет никто плоскостопия не лечит Ну, просто потому что это естественно Или лечат, если это некое врожденное состояние Значит, плоскостопие различает двух видов Значит, это врожденное заболевание, это тяжелое заболевание К сожалению, если у ребенка есть врожденная плоская стопа То мама с ребенком попадает к врачу уже буквально в течение месяца И эта плоская стопа, как правило, лечится тяжело И бывает, что и оперативное необходимо лечение Ребят, все услышали Плоскостопие бывает двух видов Врожденное Вот так не повезло Такая стопа уродилась И как бы вы ни ходили, какой бы образ жизни ребенок ни вел Сколько витамина D он не съест Сколько кальция он не получит Нам все равно останется плоской И это очень серьезное, достаточно заболевание Нуждающееся в лечении Это первый вид плоскостопия Это понятно? Второй вид плоскостопия создаете вы, родителей, которые организуют ребенку неадекватный образ жизни Совершенно верно Так вот, второй вид плоскостопия, это уже зависит от нас Тогда вопрос, Елена Когда все-таки, в каком возрасте желательно показать ребенку ортопеду наверняка, чтобы точно отделить первое от второго, которые скажут, вот это врожденное Первый вид врожденного, плоская стопа, это увидит врач в роддоме Все-таки раньше ребенка видят педиатр, чем ортопед Это увидит педиатр, это увидит хирург, возможно Это явно, это видно Бывают, конечно, если незначительные аномалии, то это проявляется в более позднем возрасте Но в любом случае, как бы, ребенка надо наблюдать Понятно Да С этим понятно Теперь, скажите, пожалуйста, какие главные родительские ошибки могут привести ребенка, потом уже с плоскостопием к вам? Что они делают не так? Значит, лучше сказать, что нужно делать, чтобы вы не пришли к нам с плоскостопием Значит, для этого стопа должна развиваться в нормальных, естественных для стопы условиях Что это такое? Это неровные поверхности, по которым в норме, в природе ходят стопа и люди ходили когда-то И это движение То есть это различные виды нагрузок Бег, прыжки, ходьба на носочках Когда ребенок в более старшем возрасте, когда у него координация более вырабатывается Ходьба на пяточках, ходьба на наружном крае стопы То есть главное, чтобы работали мышцы стопы? Чтобы работали, причем работали на плоском полу Работает одна определенная группа мышц, которая отталкивается и которая сгибаем-разгибаем На неровных поверхностях включаются в работу боковые мышцы, включаются мелкие мышцы стопы Ребенок должен ходить не только по ровному полу У сельских детей плоскостопия практически не бывает У них и дороги другие Найти в нашем селе ровную дорогу сложно? Сложно И травы больше, и песка больше Если ребенок постоянно ходит по плоскому полу То, конечно, с ребенком желательно заниматься Играть, какие-то делать упражнения Можно обратиться к доктору по месту жительства Можно посмотреть в интернете какие упражнения Это и пальчиком поднимаются какие-то предметы И перекатывание каких-то неровных поверхностей И ходьба, например, по какой-то возвышенности Чтобы ребенок удерживал равновесие именно... Скажите, доктор, а если все-таки, ну вот, не повезло ему с родителями Ну, им было проще дать ему планшет или усадить перед телевизором И в 4-5 лет мы видим, что у ребенка стопа не формируется нормально, да? Насколько реально это поправить все-таки? Или поезд уже ушел? Поезд уходит, когда появляются, во-первых, жалобы У маленьких детей жалоб на боли в стопах нет Как правило, дети начинают жаловаться, например, в 4-5 летнем возрасте Они жалуются на боли Вот они показывают вот так вот Вот коленки болят и вот так вот голени Вот это вот их жалоба такая Жалоба, которая должна привести к вам, да? Жалоба, которая должна привести к нам, это если ребенок ходит на внутренней поверхности стопы Если вы видите, что при этом у ребенка икс-образная форма нижних конечностей То есть это обязательно нужно, конечно, посетить ортопеду Спасибо Да, друзья, вопросы? У меня вопрос по плоскостопии У меня двое детей, но у меня у мужа плоскостопие серьезное До сих пор сохранилось И потому, когда я жалуюсь на плоскостопие своей дочки Мне кажется, вальгустная стопа с левой стороны То мне врач сказал тоже, что поскольку у мужа есть, то скорее всего и у детей будет Хотя мои дети вот с мая, знаете, начинают и аж до октября босиком ходить по двору, по всем поверхностям Но дома, конечно же, идеально ровный пол Потому скажите Конечно, фактор генетики не учитывать невозможно Но необходимо учитывать, что у вашего ребенка есть папа с плоскостопием Но есть, слава богу, и мама, у которой нет плоскостопия Таких детей нужно наблюдать Если вы видите, что в процессе роста форма стопы улучшается Значит, ну вот, возможно, чуть медленнее, но она сформируется в норму Если вы видите, что ребенок ходит на внутренней поверхности стопы Если формируются икс-образные коленные суставы То, конечно, желательно все-таки хождению по неровным поверхностям добавить, может быть, пользование профилактической обувью Спасибо, еще вопросы? Здравствуйте, доктор Скажите, пожалуйста, насколько эффективны нашумевшие ортопедические коврики И какое минимальное количество времени ребенок должен проводить на этих ковриках? Коврики – хорошее приспособление, но можно вполне обойтись без ковриков Можно взять широкий тазик, насыпать туда песка, гальки или чего бы то ни было То есть не имеет значения, из чего сделана неровная поверхность Значит, если вы хотите пользоваться ковриком, то вам необходимо учитывать тот факт, что коврик имеет определенную длину Заставить ребенка ходить по этому коврику туда-сюда Я не знаю, сколько вы сможете заставить ребенка пройтись Значит, есть вариант купить, например, 3-4 коврика и положить их в коридоре вот в длину И вот там, где ребенок будет каждый раз идти из кухни в комнату, бегать туда-сюда, вот он будет пробегать по этому коврику, то, конечно, вы с пользой, наверное, его возьмете Итак, главное, друзья мои, мы наверняка поняли, что в деле профилактики плоскостопия главный специалист вовсе не врач-ортопеда, а мама и папа Совершенно верно! Которым очень сложно, потому что для того, чтобы у ребенка не было плоскостопия, приходится бегать, прыгать, скакать, выходить из дома, в общем, отрывать попу от дивана Надеюсь, все-таки мы с доктором вас убедили Спасибо, Елена Спасибо вам, друзья! Мы с вами встретимся ровно через неделю Всего вам доброго! Здравствуйте, друзья! Как известно, милые бронятся, только тешатся Но каково окружающим, пока милые выясняют отношения? В общем, сегодня мы поговорим о том, как конфликты между родителями влияют на здоровье детей Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наш канал!